В днях мне написал известный русский актёр с предложением встретиться за чашечкой чая. Небольшая ремарка, ему 50 лет, у него есть жена и трое детей. В день Х актёр скидывает мне адрес пятизвёздочного отеля с предложением заехать к нему на полчасика. Я отказываюсь, но предпринимаю попытку вытащить его куда-то из закрытого отеля, например, в бар, кафе, ресторан, чтобы элементарно самой чувствовать себя безопасно. Он, разумеется, отказывается, потому что для него это палевно. И вот вроде бы все отказались, история должна закончиться, но не тут-то. Я так понимаю, у этого актёра были на меня какие-то планы, потому что после этого он начал жёстко манипулировать в течение четырёх следующих часов. А ты точно не хочешь к нам? Тут так весело, мы все тебя так ждём. Но самым мерзким оказалось сообщение «Тут так вкусно». То есть, серьёзно, чтобы я приехала, то есть передумала, он написал «Тут вкусно». Продолжим. После того, как актёр сказал, что в ресторане «вкусненько», я отказала, но уже в более твёрдой форме. И получила от него подобного рода смс. Разумеется, я допускаю вариант, что человек говорит правду, но всё это как-то сомнительно. Особенно приглашение в отель на полчасика. Ну, это моё мнение. И отвечу сразу на вопрос, почему же я не отказалась сразу женатому человеку. Наверное, потому что у меня было три ветки развития событий. Первое — уличить человека в манипуляторстве и, соответственно, поднять эту тему. Она сейчас актуальна. Второе — вытащить актёра в кафе или бар и посидеть там вместе с друзьями. Ну, это просто интересно. И третье — просто отказать. Ну, не знаю, как вам, а для меня это скучный вариант. И как уже многие догадались, имя актёра — Гоша Куценко. Из интересного, он написал мне после первого видео и сказал, что он действительно хотел просто встретиться. Правда это или нет, решать только вам. К моему собственному удивлению, Гоша Куценко дал согласие на публикацию его смс и имени. Вот скрин. Ну и в конце я приложу пруфы того, что переписка действительно была именно с ним. Гоша Куценко — Гоша Куценко — Гоша Куценко.